В Берлине крупный и во многих других городах, наверное, поскромнее, пройдет крупнейший антивоенный митинг последнего времени, россиян там, в организаторах Юлия Навальная, Яшины, уже там куча народу присоединились, и даже Ходорковский, несмотря на то, что там неудобно получилось, что они с невзлиным близкие люди, и получается, Ходорковский финансово поддерживал избиение Волкова молотком. Кстати, сейчас закончу, можно к стриму, к Волкову на стрим пойти, Сергей, на оборудование для стримов, спасибо, так вот, все-таки, хотел поподробнее остановиться на теме митинга 17 ноября, очень много в соцсетях вижу рассуждений, а зачем вообще за рубежом ходить на антивоенные митинги, такие вопросы люди задают, и вот в пятницу у меня в Берлине встреча была первого, и тоже там вопрос был, а зачем вообще ходить на антивоенные митинги за рубежом, это же безопасно. Есть такая очень странная штука в России, такой консенсус, что митинг, это если тебя метелят дубинками, и потом всех пересажают, то это митинг, а если просто вышли, и никого не отметели, и не посадили, то это был не митинг, а фигня какая-то. Как-то вот с 2012 года сложился такой консенсус, и ему все следуют, что обязательно митинги должны метелить дубинками, это вообще не так работает, совершенно не так. Митинги, они нужны для того, чтобы видимость свою показать. Вот если у вас есть какое-то не мейнстримное мнение, и вы существуете, и хотите показать окружающему миру свое существование, то вы выходите на митинг. Для этого, при этом будут там метелить или не будут метелить, будут арестовывать и не будут, это не важно. И вообще никак не влияет с точки зрения видимости. На самом деле, я как человек, который кучу митингов провел, и более успешных, и менее успешных, и согласованных была куча. У нас, например, в Новосибирске он вам не Димон, и он вам не царь, были согласованные. И несогласованных куча, больше полугода по спецприемникам отсидел за несогласованные митинги. Со всей ответственностью могу сказать, что с точки зрения целей митинга, показать миру, что ты существуешь, и что твоя точка зрения существует, нет разницы, он согласованный или нет. Для организаторов, да, разница есть, будешь ты сидеть или не будешь. А для участников нет разницы. Совершенно. Поэтому на это вообще не надо смотреть. И безопасный митинг или небезопасный митинг, это не важно. Важно, что если есть какая-то идея, которую вы разделяете, об этом нужно рассказать миру. Проще всего этого сделать, выйдя на митинг. Люди в России сейчас не могут выходить на антивоенный митинг, потому что это даже не административка. Времена, когда я выходил на несогласованный митинг и получал административку, сильно прошли. Россия изменилась. И теперь человек, выходящий на антивоенный митинг, получит уголовку. И миллионы антивоенных россиян не могут выйти и заявить о том, что они есть. Не могут, потому что их сажают за это буквально в тюрьму. Надолго, на много лет. В этих условиях люди, которые с российскими паспортами и которые не поддерживают войну, для них не должно быть вопроса вообще, выходить на антивоенный митинг или не выходить. Именно потому, что тем, кто в России не просто опасно, это уже давно не административка и не дубинкой по голове, а это тяжелые уголовки, те, кто за рубежом, должны выходить, чтобы показать, что антивоенные россияне существуют. Вообще, что мы есть. В ютюбе тоже, конечно, это можно показывать. Не забывайте и лайки ставить, и поддерживать, и подписываться на антивоенный канал. Но на улице это всегда мощнее работает. И нет, их не может быть сильно много. И их не может быть неважно. Это важно, выходить на антивоенные митинги везде, где это возможно делать, и показывать, что мы существуем антивоенные россияне. Я даже не понимаю тут дискуссии вокруг этого. Безопасно. Ну так и здорово, что безопасно. Это же хорошо, когда каких-то целей можно добиться, не отхватив при этом дубинкой. Это только повышает вообще ценность, и явку должно повышать. А не вот это нытье. Пойдем, не пойдем, а что там, зачем там выходить? А где еще? Зачем выходить в Берлине? Зачем выходить в Лимассоле? Зачем выходить в Париже? А где еще выходить? В Новосибирске? По семь лет каждому. Поэтому нужно и можно. Вторая совершенно безумная вообще вещь, это обсуждение, там, можно пойти с российским флагом, или нельзя. Или пойти с БЧБ, это есть такой альтернативный вариант. Или как-то с модифицированным российским, там, голубя нарисовать. И там, я не пойду, потому что Яшин сказал, что он не пойдет под российским флагом. Ну и дебил, кто не пойдет, потому что ему там что-то не понравилось из-за этого. Какая нахрен разница вообще? Ну какая разница, блин, под каким флагом идти на антивоенный митинг? Вот же принципиальный вопрос, блин, сколько там полосок, а какого цвета? Война это такое место, где людей убивают. Ну давайте пересремся из-за того, третью полоску красную нарисовать или белую, сука, это все меняет, конечно. Это, конечно, невероятно важно, какая у тебя будет там третья полоска на флаге. Ну иди без флага, если вы не договорились. Как будто это важно вообще, какой флаг. Нет, это не важно. Не важно. Мне лично, вообще, вот, я был бы организатором, но я не в Берлине и не организатор. Был бы организатор, вообще пофигу. Приходите с какими хотите флагами, хоть с зелеными, с желтыми приходите. С украинскими можно прийти, если ты поддержишь Украину, хочешь это выразить, окей. Какая разница вообще? Если это антивоенный митинг, и все знают, что антивоенный митинг, даже кто-то припрется с российским флагом, я не вижу, как он там что-то помешает и собьет. Если он без российского флага не может прийти, не считает, что это правильно и нужно, ну приходи с российским флагом, какая проблема вообще? Настолько это не важно, ну в принципе просто, что так меня утомляют дискуссии, там, так или сяк, а этого позвали или не позвали, а с таким флагом выходить или не выходить. Три года война идет. Ну давайте поспорим о флаге, ну давайте. Кто-то не пойдет, потому что ему сказали, что с российским, наверное, не очень уместно, а ему обидно, потому что это флаг его страны, и Путин к нему никакого отношения не имеет. А кто-то не пойдет, потому что наоборот, сказали, что кто-то пойдет с российским, и ему стыдно и стремно под российским флагом. Я вам открою секрет, паспорт достаете, у вас там еще и российский герб нарисован. Кошмар. Ужас какой. Вот эта птица двуглавая, курица недобитая. Что же теперь делать? Наверное, не ходить никуда и не зачем, а то придется где-то достать. А там герб. Ужас. Совершенно, совершенно вообще бессмысленные, непродуктивные споры ни на тему ходить-не ходить, ни на тему там, как одеться, какой взять флаг, каким маршрутом и еще что-то. Надо идти. Какие плакаты и лозунги, какие нарисуйте, те и будут. Все, что против войны, все хорошо. Еще, кстати, дискуссия такая, а вот зачем выходить на антивоенный митинг россиян, где там требовать что-то от Путина. Типа, зачем что-то от Путина требовать, если мы точно знаем, что он этого делать не будет. Но вообще митинги так не работают. Что ты вышел один раз, и сразу все случилось, и все тебе дали, что ты хотел. Иногда нужны серии митингов. В любом случае, как я уже сказал, это видимость и это политическое влияние. Мне интересно, от кого надо требовать? От кого? Вот жители России от кого могут что-то требовать? Ну Путин, он хотя бы... Мы его, конечно, не избирали, но чисто формально, с философской точки зрения, он, являясь руководителем российского государства, несет перед нами ответственность. Поэтому это дает нам право некоторые с него что-то требовать. От кого требовать? От Трампа? От Шольца? Так мы их не выбирали, налоги им не платили. С херовли мы от них что-то будем требовать. Было бы странно вообще. Ну давайте митинг... Россияне будут делать. Митинг с призывами к Шольцу дать больше ракет. Смешно. Можно еще к Зеленскому какой-нибудь митинг обратить. Тоже очень интересно будет. И весело. Естественно, требовать надо от Путина. Просто тоже какое-то нытье. Вот, там Юля сказала, что митинг будет с требованиями к Путину, а я не хочу ничего от Путина требовать. Ну не требуйте, прийти с другим лозунгом. Настолько, насколько он антивоенный, мне кажется, никто вас там с митинга не прогонит. Если прийти с любым другим антивоенным лозунгом, который вообще никак Путина не упоминает и не трогает. Можете прийти с лозунгом Путина в Гаагу. Вряд ли вас там, значит, нет, у нас про другое митинг не скажут. Я уверен, сто процентов уверен, что не скажут. Мимо всякие бесплодные споры, мимо и зря. Надо просто брать и выходить. Да, на третий год войны, на антивоенный митинг, да, в странах, где за это не забьют и не убьют. Ну и здорово. Я уже много раз говорил об этом и повторю эту очень важную мысль. Люди в России практически лишены, антивоенные люди лишены своего представительства, своего голоса, своей возможности выражать свое мнение. За это садят в тюрьму каждого. В этом плане тем важнее, чтобы люди за рубежом, разделяющие эти же антивоенные убеждения, показывали, выступали. Мы, те, кто уехал, выступаем голосом. Те, кто остался. Практически их представители. Кто еще, как не уехавшие от войны россияне, может представлять антивоенных россиян, оставшихся в России? Больше некому, кроме нас с вами. Вот и ответ. Ходить или не ходить.